Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом online-gdz.net номер 341. Решить задачу на движение. Из пункта А в пункт Б выехал велосипедист со скоростью 12 км в час. Через час навстречу ему из Б в А выехал второй велосипедист со скоростью 14 км в час и встретился с первым через полчаса после своего выезда. Чему равно расстояние от А до Б? И успеет ли первый велосипедист преодолеть это расстояние за 2 часа? Итак, давайте рассуждать. Давайте найдем сначала, сколько проехал первый велосипедист за 1 час. То есть за то время, к тому моменту, как выехал второй велосипедист. Так как только через час навстречу ему выехал второй велосипедист. Скорость первого 12 км в час. За час он проедет 12 умножить на 1 12 км. Это то расстояние, которое преодолеет первый велосипедист на момент выезда второго. После того, как второй велосипедист ехал, до встречи и первый, и второй двигался полчаса. Давайте разберем, что значит полчаса. Значит, так как скорость первого 12 км в час, то за полчаса он выехал в 2 раза меньше, проехал. Значит, 12 разделить на 2. То есть первый велосипедист за полчаса проехал 6 км. А теперь узнаем, сколько второй велосипедист проехал за полчаса. Так как его скорость 14 км в час, то есть за час он преодолевает расстояние в 14 км. За полчаса в 2 раза меньше. 14 разделить на 2. 7 км проехал второй велосипедист за полчаса. Часа навстречу первому. А теперь узнаем все расстояние. Итак, первый велосипедист проехал, когда еще не выехал второй велосипедист, 12 км. И потом они выехали, потом выехал второй велосипедист, и они проехали так, что встретились. При этом первый проехал еще 6 км, и второй до встречи проехал 7 км. Поэтому все расстояние от А до Б будет 25 км. А теперь ответим на второй вопрос задачи. Вопрос такой. Успеет ли первый велосипедист преодолеть это расстояние за 2 часа? Мы теперь знаем расстояние. 25 км. Его скорость 12 км в час. Узнаем за 2 часа, какое расстояние он может проехать. А это значит, надо скорость умножить на время. Получим 24 км. Проедет велосипедист за 2 часа. А расстояние 25 км. Значит, за 2 часа велосипедист не успеет доехать от А до Б. Можно записать ответ. Мы ответили на все вопросы в задаче. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.